Едем, едем, едем. То есть сегодня у нас будет несколько тем. Это стандартные слайды наши о направлении работы. Это то, что я вам приготовила своей темой сказать о построении структуры. И то, что мы взяли из инсайтов на школе новичка. Слайдов у меня много, поэтому буду говорить быстро. Если что, пишите вопросы в чат. Договорились? Можно поставить плюсики. Естественно, планетки роста нацелены на наш рост. Как говорится в названии. Поэтому цель нашего еженедельного общения через вебинарную комнату. Это стать золотым директором и наметить этот путь. Чтобы быть золотым директором с доходом. Чтобы был доход и чтобы было звание. Потому что этот уровень дает нам очень многое. Он дает европейский уровень дохода. Уже можно жилье покупать. Уже можно автомобиль получать от компании за премии. Оплачивать стабильность. Путешествия бесплатные уже в нашей жизни появляются на уровне золотого директора. Ну и вообще это престижный уровень. Когда уже тебя чествуют от компании. Ты постоянно выступаешь. Это тоже очень приятно. Но у каждого из вас начальная цель все равно будет своя. Потому что золотым директором можно стать только научившись быть менеджером. И научив своих людей, которых вы уже приводите в этот бизнес, быть менеджерами. Поэтому вот этот пустой слайд, он говорит о том, что каждый для себя свою цель выбирает, которая его торкает, которая его волнует и ради которой он готов работать. Это может быть любая ваша мечта. Это может быть любая цель на карьерной лестнице Арифлейм. Это то, что именно двигает вас. Ну а компания нас постоянно пододвигает к каким-то совершениям. И сейчас это золотая конференция на Пальме де Малерку, которую можно сделать, открыв уровень золотого директора в 14-м, напоминаю, в каталоге. И также можно еще и получить дополнительную премию роста, открыв любое звание по карьерной лестнице Арифлейм, начиная с директора в 14-м каталоге 2018 года. Это у нас через 6 каталожных периодов. Сейчас у нас 8-й каталог. И заработать премию в 50 тысяч рублей и первую долларовую премию. Задачи вот такие у нас. То есть открыть звание, закрыть его и, в общем-то, получить доход. Вот так я буду пролистывать, чтобы я успела. Вот оно. Золотой директор. Кто это такой? Это человек, который вырастил 2 директорские команды. То есть 2 человека в моей организации должны быть с уровнем 7,5 тысяч баллов. Это примерно 150 человек и примерно 30 участников премьер-клуба. Это те, кто размещают заказы от 100 баллов и выше за каталог. Методы роста у нас очень простые. Их несколько. То есть самое главное действие, которое позволяет нам расти в карьере Арифлейм, это приглашение людей. Можно приглашать знакомых. Это называется теплый рынок. Это личные встречи с наставником или звонки, собеседование вместе с наставником. Или когда вы даете номера телефонов просто мне, я звоню без предупреждения, но и назначаю дальше встречу, например, на скайпе или лично. Также у нас есть рекрутирование на холодном рынке. Это рекрутирование через наш любимый каталог. То есть мы берем любой каталог, он обязательно у нас должен быть с собой, он должен быть подписан. И мы через него знакомимся с людьми. И также это может быть прозвонка любых абсолютно номеров телефонов на дисконт или на бизнес и включение на работу. Так, далее. Предстоит нам с вами обсудить, что прошло у нас за эту неделю интересного. Во-первых, у нас было две командные встречи. Это wellness-диагностика здесь в офисе в Оренбурге была. И общий тренинг экспрессом к мечте, на котором из 120 человек было 21 партнер нашей команды и 7... Наши команды Большой Форсаж и 7 участников из нашей, вот из моей персональной группы, то есть Логиновой. Без Елены Колесниковой, я считаю, у Колесниковой Елены тоже было, по-моему, 7 человек. Вот. У нас 42 обладателей заварничных чайников по группе. То есть это те, кто сделали заказы больше 50 баллов. Прям, да, восклицательные знаки, аплодисменты нам. Ну и за 14 дней работы каталога у нас 11 рекрутов в команде. То есть практически мы приблизились к рекруту в день на команду. Это прям вообще вау-вау круто. Интересно, у кого из структуры получилось именно на команду сделать 5 рекрутов? Я вот этот вопрос не посмотрела. Если вы знаете, то пишите, что ура, я, у меня 5 рекрутов в команде. Вот. И 10 еще у Елены Колесниковой, у нашего самостоятельного директора. Вот. 10 рекрутов. То есть 21 рекрут у нас всего за 2 недели по нашей общей золотой команде. Вот так проходили наши замечательные встречи. В правом верхнем углу вы видите wellness-диагностику. С девчонками мы коктейльчики дегустировали и проверяли состав ткани тела. Ну а все остальные фотографии это наше замечательное обучение, на котором были наши партнеры. На фотке внизу видите всю нашу команду. Ну точнее тех, кто остался до конца. Некоторые ушли, потому что все-таки суббота был день медика. Многие пошли праздновать. Но тем не менее вот таким составом мы прям до самого конца дошли тренинга, что тоже очень приятно. А справа внизу это женский коллектив участников именно нашей команды, моей персональной группы и группы Дениса. Вот нас 5 человек было, плюс Дениса, плюс еще у нас один мужчина был. Это муж Валентины Козловой. Всего нас было 7 человек. Что мы там получили? Вообще очень много. Вот я постаралась на слайды уложить хотя бы какие-то маленькие вещички, которые рассказывали наши замечательные руководители Самарского филиала, наш АСМ-менеджер по развитию, лидерство на нашей территории Оренбургской области. Вот постараюсь вам прям коротенечко изложить, что же нам там такого интересного рассказывали. Я буду этими слайдами пользоваться на несколько планеров, потому что слайдов там было много. Основное то, что я выбрала сейчас, это вообще про Арифлэм. Вот нам надо это внутри, нас с вами взращивать культуру любви и уверенности в нашем выборе. То есть, во-первых, это наша компания, она является номер один европейской косметической компанией прямых продаж. Это задокументировано, это не пустые слова. Далее, это более 60 стран, в которых работает Арифлэм. У нас более тысячи наименований продукции в 6 категориях. У нас 6 разных категорий товаров. То есть, не просто там ароматы, да, или не просто декоративная косметика, не просто белая, а все вместе. Ароматы, белая косметика, декоративная косметика, wellness, уход за телом и уход за волосами. Вот 6 категорий, которые у нас есть. Порядка половины косметического портфеля Арифлэм обновляется каждый год, то есть, выходит до 400 новинок. А в мире Арифлэм 3 миллиона консультантов. Почему-то здесь 4 написано. 5 собственных заводов и фабрик. В Индии, Китае, Польше, России и Швеции. И 2 научно-исследовательских центра в Дублине и в Стокгольме. Более 6 тысяч сотрудников, которые работают на благо наших консультантов. То есть, очень-очень много. Вот это вот Арифлэм. Это то, с кем мы сотрудничаем. Какая наша цель, да, как консультантов? Построить самую большую базу консультантов в мире. Потому что те люди, которые размещают заказы, все это формирует наш товарооборот, с которого мы с вами получаем деньги. Вы можете внизу посмотреть, что 2 трети это роста, это новые люди. И 1 треть это все-таки те заказы, которые эти люди делают. Поэтому хотим, если мы расти девочки, то нам нужно сначала приглашать людей, а потом им рассказывать, что им взять в нашем каталоге. Это формирует наши продажи, объем наших продаж, соответственно, наши доходы. А сейчас мы двигаемся в стратегии красота как образ жизни. А это значит, что красота это гармония внутреннего и внешнего здоровья. То есть, это внутреннее состояние нашего тела и внешнее. То есть, качество, как мы выглядим, качество нашего тела, качество нашей кожи, ухоженность, улыбка, настроение. Все это зависит, точнее, все это влияет на наше качество жизни, на нашу жизнь в целом. Поэтому наша концепция это красота как образ жизни. И на сегодняшний момент акценты развития бизнеса, которые ставит компания, основной акцент это wellness, потому что вы видите, что сейчас в мире индустрия wellness насчитывает порядка 90 миллиардов долларов товара оборота. Это больше, чем музыкальная и киноиндустрии вместе взятые практически. И плюсом еще есть уход за лицом. Это тоже хорошая категория, которая приносит нам сейчас колоссальные объемы, колоссальные доходы. На сегодняшний момент Арифлейм Россия сотрудничает в лице 7,5 тысяч предпринимателей. То есть, это те люди, которые имеют индивидуальное предпринимательство, официально оформленные и, в общем-то, сами зарабатывают на свою жизнь. Вот. И о предпринимательстве много говорили мы, конечно, в субботу. Вот я вывела такой вот слайдик, да, что является основным в предпринимательстве. Я думаю, что вы тоже можете сейчас накидать, вот с чем вы согласны в первую очередь. Какое вот качество вы считаете основополагающим из тех, которые вы видите на экране. Напишите, пожалуйста, в чат. Я пока их зачитаю. Стремление к высоким достижениям и смелым результатам. Готовность действовать и принимать решения, причем быстро. Брать ответственность на себя. Не бояться рисковать и пробовать новые методы. Создавать новые системы. Готовность увидеть как хорошие результаты, так и не сработавшие идеи, искать новые и запускать их. Вот это является предпринимательством. И, конечно, да, есть вот для каждого свое основополагающее качество. Вот для Ольги это брать ответственность. Да, Оль, согласна, спасибо. Я думаю, что для меня это вот как раз-таки сочетание первого, то, что Ольга сказала, а еще и готовность действовать и принимать решения. Потому что пока ты не принял решение, тебе нечего, в общем-то, пробовать. Ради чего ты это будешь делать? И вот ради чего тебе стремиться к этим высоким достижениям? И результаты работы ты будешь видеть только когда ты начнешь действовать и идти вперед. Вот это вот мое мнение относительно этого слайда. А пока вы дописываете, мы идем с вами дальше. Вот такой вот тоже мысль поделились, такой вот мыслью поделились с нами наши руководители, да, про бизнес. Что бизнес это такая вещь, где есть разные периоды. То есть рост, развитие, стабильность и где-то даже может быть падение. Но перед, после падения, точнее, всегда будет рост. Если вы будете нацелены на результат, вы будете уверены в себе, вы будете брать ответственность на себя за свои результаты. Будь то они плохие или хорошие, в любом случае ты знаешь, что ты к этому пришел благодаря вот этим, вот этим, вот этим действиям. Значит, если ты будешь делать что-то по-другому, ты будешь идти вверх. Вот об этом этот слайд. Идем дальше. Вот оно, развитие любого бизнеса, которое движется по спирали. И любые методы, которыми мы работаем, это виток в развитии нашего бизнеса. Причем он новый, такой вот разноцветный, красивый, интересный. Поэтому, обретая новые навыки, мы с вами просто переходим на новый уровень развития своего бизнеса. На новый уровень развития бизнеса. И плюсом ко всему, мы на наши текущие знания кладем новые, и получается у нас как бы новая мотивация для дальнейшего движения вперед. Вот. Для того, чтобы понимать актуальность своего положения в бизнесе, вот важно отвечать себе постоянно на три вопроса. Первое. Что я предлагаю? Да? Какой продукт или какое предложение? Почему люди должны принимать мое предложение и приобретать продукт? И отвечают ли мои нынешние методы актуальным потребностям людей и рынка? Вот три вопроса, которые позволяют нам как бы сделать срез нашей актуальности нашего предложения. Сейчас мы находимся в правильном месте и предлагаем правильное действие нашим знакомым, потому что прямые продажи, они развиваются. И из всех-всех-всех-всех-всех стран мира, рынков мира, вот посмотрите, Россия, она входит в девятку лучших стран, которые выделены в этом списке. А все остальные страны занимают четверть рынка и, в общем-то, там по мелочам, да, разделяют вот эти вот проценты. Но у нас рынок еще имеет перспективы, да, куда развиваться, потому что, например, там в Китае, в Японии, в США, ну, больше 10% от большого мирового пирога. Да, у нас пока только два, но все в наших руках, я думаю, что мы справимся с этим. Вот, какие категории представлены в индустрии прямых продаж? Вы можете посмотреть, да, сегменты, что косметика и wellness – это самые две большие категории рынка прямых продаж, самые два больших сегмента. У нас в каталогах есть и то, и другое, и это большой плюс, то есть мы работаем в двух самых востребованных категориях на рынке прямых продаж. Это я все о фактах гордости, о нашем внутреннем отношении. И по поводу тенденции, да, как мы соответствуем тенденциям рынка. То есть, например, в 2014 году большинство людей хотели бы покупать просто по дисконту, да, по более низкой цене. А сейчас, в 2017, уже в прошлом году для нас, как бы тенденции поменялись, и подавляющее большинство людей, они хотят иметь свое дело, иметь гибкий график работы и возможность получения профессиональных навыков, то есть развиваться. И благодаря этому на 22% консультанты в мире выросли, да, то есть за 2016 год было 3 миллиона 150 тысяч консультантов, а сейчас 3 миллиона 840 тысяч консультантов. Это большой прирост по сравнению, да, с всего лишь одним годом. Поэтому у нас тенденции идут в правильное направление. И для того, чтобы получать доходности, работать в нашей компании и развиваться, быть успешным, у нас есть определенные правила. Вот для консультанта формула успеха вот такая, мне она очень понравилась, я решила с вами ей поделиться. Это правило 4П, да, пользоваться самому нашей продукцией, показывать каталог, демонстрировать принципы ухода за кожей здорового питания, приглашать людей на встречи, проводить их и также обучаться, то есть посещать тренинги, вебинары, мероприятия, запуски каталога. Пользуемся, показываем, посещаем и приглашаем людей делать то же самое. Эти 4П дают нам очень хороший скачок для роста, трамплин. Когда мы этому научились, мы становимся менеджером, мы становимся лидером для себя и для своей команды. И у нас уже еще добавляются к тем 4П правилам еще, вот такие, что мы приглашаем людей уже и мотивируем их на новые совершения, то есть говорим об их мечтах, об их желаниях и развиваемся с ними. Обучаем, развиваем потенциальных лидеров, уже делаем запуски, мероприятия вместе с ними, они начинают это учиться делать. Ну и, конечно же, ставить цель для себя и для своей команды и работать над их достижением. Двигаемся дальше. У нас выступало, это я вам не все слайды показала, и, конечно, было гораздо больше. Первая часть у нас длилась с половины 12 до половины 2, то есть была такая достаточно емкая и большая. Но это вот такие вот основные моментики, которые запомнились мне, и я ими с вами поделилась. А вторая часть была посвящена лидерам, тем, что наши лидеры делают для того, чтобы развивать свои команды, то есть рекрутируют. Вот, и выступало две великолепные девушки, это Елена Алешина и Полина Смородинова, и рассказывали о двух принципиально разных методах рекрутирования. Это теплый рынок и холодный рынок, то есть, по-другому сказать, это знакомые люди и незнакомые люди. И вот я тоже парочку фишечек хочу вам передать. Мне, конечно, ближе было выступление Лены Алешиной на теплом рынке, потому что среди знакомых девчонки просто надо для себя раз и навсегда уяснить. Результат получается быстрее. Сначала мы определяемся, для чего нам вообще идти куда-то рекрутировать, неважно куда. Потому что, вот первая картинка, да, левый верхний угол, это зона комфорта, да, наши тахта, тапочки, телевизор, 3Т, которые держат нас около себя и не хотят отпускать, они никогда не приблизят нас к тому успеху, который находится за пределами нашей зоны комфорта, где-то вот здесь, да, где мы не видим. Вот там находится все самое интересное, там начинается место, где творятся чудеса. Поэтому там надо побывать. Это новые действия. Если вы боитесь там поговорить со знакомым именно на предмет бизнеса, сделайте это и перестаньте этого бояться. Боитесь показать каталог в магазине? Покажите его, перестанете бояться, и у вас будет новое действие. Боитесь там себе что-то заказать? Закажите и попробуйте. И дайте попробовать всем остальным. То есть, вот такие вот маленькие выходы из зоны комфорта, они ее расширяют, и в конечном итоге у вас будет весь мир вашей зоны комфорта, и вы точно будете уже знать, чего вы хотите и как этого достичь. Нет понятия внешней мотивации, об этом Лена говорила. Любая внешняя мотивация, она очень быстро заканчивается. Самая долгоиграющая и самая правильная мотивация – это то, что находится в нашем сердце. Это то, что мотивирует нас изнутри. Это то, зачем вы хотите изменить свою жизнь. Зачем вам нужны вот такие вот кошелечки, как вот тут желтенький, да, на картинке кошелек, с туганом, набитый деньгами. Для чего? Мотивирует ли вас путешествие, как на картинке в середине-внизу? Мотивируют ли вас дорогущие автомобили? Как мотивируют они вашего знакомого, например? Что мотивирует вас? Может быть, вам нужно обучать ваших детей где-то? Может быть, вам надо, наоборот, сделать вклад для своего ребенка, для того, чтобы помочь ему купить квартиру, когда он вырастет, или две квартиры. А может быть, свою квартиру вам надо поменять, и вам не до путешествия. А может быть, вы хотите ходить в магазин продуктовый, тратить каждый день там по тысяче рублей без ущерба своему семейному бюджету. А может быть, вы хотите благотворительностью заняться и сделать какое-то шикарное место именно для города. И пусть там будет ваша фамилия, и вам это будет душу греть. То есть, у каждого мотивация своя. Кто понимает, о чем я говорю? Поставьте плюсики. Кто знает свою мотивацию? Я могу за свою мотивацию сказать, когда мы начали шевелиться с Денисом и делать результат. То есть, как я, золотого директора, это решила делать вместе с мужем, который меня очень поддержал. И мы вместе так вот пошли, в никуда вообще поехали, и в другой город, и начали там работать. Это был выход из зоны комфорта. Это был буквально вот прорыв ее. Потому что мы привыкли жить здесь. У нас была квартира, она была, ну, такая полусъемная. То есть, мы следили за бабушкиной квартирой, платили там коммунальные платежи. И все было хорошо. Она была мебелированная, она была хорошая, и мне было там комфортно. Ну, вот, как бы, встал вопрос о ее продаже, и мы захотели свое жилье. И мы реально сели, посчитали, что, а денег-то у нас откуда взять на эту новую квартиру? Ну, слава богу, в маркетинг-плане Алифлейн деньги есть. И вот благодаря этому мы стали работать. Мы работали много, я очень много разговаривала. Я разговаривала в день по 10-11 часов подряд практически, с передыхом в 5 минут, когда переехать с одной встречи на другую. Это было сложно, наверное, но это было очень интересно, потому что я знала, для чего я это делаю. Я на всех листочках писала, двухкомнатная квартира наша, двухкомнатная квартира наша. И в конечном итоге мы ее приобрели. И это очень здорово. Теперь нас мотивирует путешествие, нас мотивирует достаток, потому что в новую квартиру, вы, наверное, все знаете, что нужно много вкладываться. И это тоже круто. Мотивирует новые автомобили, да. И путешествие мотивирует. То есть вот это вот все, это наша мотивация. У вас она может быть своя. Кстати, напишите ее. Когда пишете, очень быстро все осуществляется. Можно начать с вебинара. Сегодняшний вы написали вашу личную мотивацию, что мотивирует вас. А я пока процитирую Лену Алешину, которая рассказывала о работе на теплом рынке. Работа на теплом рынке подразумевает составление списка. Можно его составлять частями, начать хотя бы с 10 человек. То есть написать первые 10 человек, к которым мы пойдем с вами с предложением бизнеса. С трудом, да, там с каким-то страхом, возможно, назначаете первую встречу. А может быть и без страха, да, просто взять и назначить. В общем, ничего страшного нет. Позвонить, назначить встречу. Тем более это можно сделать по телефону. Как позвать? Спрашиваем, да. Обязательно по правильному тексту зовем. Зовем спонсора на эту встречу. Ну, это у вас я или ваш менеджер, вышестоящий. Учим презентацию, которую дает ваш спонсор. Это важно. Знание презентации – это то действие, от которого прямо профессионально зависит ваш успех. Проводим презентацию сами, потому что только в практике рождается опыт. Опыт даст вам качественную презентацию бизнеса, хороший процент регистрации. Без плохой презентации, корявой, первой, как говорят, да, первым блинкомом, не будет хорошей второй. Поэтому опыт, опыт и еще раз опыт. Поэтому работаем по схеме «да, нет, следующий». Да, это наша зарплата, нет, это наша работа. И постоянно мы перебираем следующего, 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 чтобы найти того, кто скажет «да, я все хочу, о боже, я тебя искал, где-то раньше был со своим предложением». Ну и далее сопровождаем новичков. То есть добавляем их в чаты, регулярно звоним, помогаем, поддерживаем, списываемся, проводим первые встречи или созвоны и учим всему, что умеем сами. То есть умеете вы делать там менеджерский уровень или первый свой даже заказ умеете делать, вы уже этому можете научить своего новичка. Научив этому его и обучив его учить следующего, вы освобождаете себе время для новых действий, которые вам дадут новые результаты. Вот так работает метода по теплому рынку. И вторая девушка справа, здесь она нарисована, это Полина Смородинова, старший менеджер. Она работает на холодном рынке. Я здесь не буду сейчас проводить ее методику, потому что почти все ее знают. Это работа со страничками ВКонтакте. Но я вам приведу ее статистику, что у нее 10 рабочих страниц, она пишет по 10 писем с каждой странички незнакомым людям. И из этой работы, на которую она затрачивает по полчаса на каждую страничку, то есть посчитайте, 5 часов практически на это уходит, получается 5-10 номеров телефона, из которых получается 1-3 регистрации. Конверсия, то есть переход из зарегистрировавшихся в тех людей, которые сделали заказы, от 30 до 50%. Это значит, что из ее 3 регистраций, в лучшем случае, 1 рекрут. Вот. То есть 5 часов работы может дать 1 рекрута, а может дать не 1. Поэтому она сама, работая на холодном рынке, запускает новичков именно на теплый. Вот посмотрите дальше. Алгоритм сопровождения Полины. Это суть бизнеса, видео. Дальше созвон, вводный курс, то есть когда мы оговариваем все возможности, все методы работы уже с новичком. Делаем список знакомых и рекрутируем через социальные сети или созвонами с его знакомыми и делаем регистрацию. То есть, несмотря на то, что она находит свои регистрации ВКонтакте, она их уводит на теплый рынок. Поэтому, раз у нас с вами теплый рынок не отработан, я никогда не поверю, что у вас весь теплый рынок отработан, потому что всегда мы знакомимся с новыми людьми. Вот этим людям важно читать презентации для того, чтобы найти вот тех самых, кто будет нам поставлять новые телефоны своих знакомых. А как известно, знакомые знакомых никогда не заканчиваются. Из нового, что я получила от Полины, это схема работы чата на троих. То есть, они назначают встречу в интернете с лидером и своим знакомым. То есть, наш новичок переписывается со своим знакомым, спрашивает про работу, интересно ли ему узнать, и знакомит его с лидером в чате на троих. То есть, создает чат ВКонтакте, в который входит лидер, сам новичок, который только что переписывался, и кандидат, который хочет узнать о компании. И далее, лидер проводит встречу, то есть, голосом наговаривает суть бизнеса, а спонсор дорабатывает вопросы своего кандидата. В итоге получается регистрация. То есть, тоже такая интересная методика, которую можно взять на заметку. Еще один метод, который обязательно должен присутствовать в нашей с вами деятельности, это развитие своего личного бренда и добавление в друзья. Добавляйте в друзья друзей друзей, и дальше пишите по методу чайника. Здравствуйте, Тамара. Не помню, при каких обстоятельствах мы с вами подружились, но раз так вышло, возможно, это судьба. Я развиваю сеть интернет-магазинов, ищу толкового менеджера, поэтому из своего окружения выбираю людей. Если вы открыты к предложениям о работе, с удовольствием расхожу. Ну и можно задавать вопрос, да, в конце обязательно. То есть, вам интересно направление имиджевого бизнеса в сфере красоты и здоровья? Например, вот, задаете вопрос, получаете ответ «Да» и выводите на созвон. То есть, тоже очень хорошо этот метод работает. Вот. Ну и вот у каждого почему оно свое? Прежде чем что-то будете делать, я уже об этом говорила в начале нашей планерки, должны быть какие-то мечты. У каждого они свои. Ну вот примерный список того, что двигает каждого живого человека. Пишите свое. Вот что вам из этого списка ближе всего? Вот жилье, да, свое жилье. Мечтает, например, тот, у кого его нет. А тот, у кого оно есть, но в ипотеке, начинает мечтать закрыть ипотеку. А у кого она закрыта, то хочет расширить. Может быть, дом. То есть, у каждого мечта своя. Море, да, свозить кого-то из родственников. Или же самим съездить и отдохнуть хорошо. Или первый раз на море съездить. А может быть, океан. Я океан ни разу еще пока не видела. Хочу очень увидеть именно океан. Вот. Ну и доходы, перспективы, да. Сейчас вот по поводу пенсионного возраста, да, очень много всяких баттлов идет и обсуждений. Вот тоже это очень такая же вытрепещущая тема. Вот что мы получим в результате своей работы через 10, 20, 30, у кого-то 40 лет предстоит до пенсии работать, да. Что, как, где? Никто не знает. Поэтому мотивация у каждого своя. Не стесняйтесь, пишите свою мотивацию. Пишите, пожалуйста, потому что это важно. А то я не понимаю, слышите вы меня или нет. Если надо, верну слайд. Можете его себе заскринить. И куда-нибудь повесить на рабочий стол. Дети для кого-то являются мотивацией. Тут не все написано, это такие основные. Вот она, мотивация, да, живые картинки тех людей, которые это уже сделали. Это банкеты директоров, это долларовые чеки, это команда мечты, которая рядом с тобой стоит в любых ситуациях. Это путешествия, это красивая, счастливая, здоровая жизнь, которая наполнена яркими красками. И это все Арифлейм. Это все Арифлейм. И нам компания постоянно помогает. Она дает нам определенные инструменты для развития нашего бизнеса, для того, чтобы у нас все получилось, и мы стали успешными. Сейчас это ряд офигенных акций, которые мы своим новичкам рассказываем, и они у нас идут по ним. Это жаркое лето, да, когда у нас цены уменьшаются на 20% на ряд продуктов в каталоге. Вы этот список находите на сайте. Это за приглашение наших новичков сейчас даются более увеличенные спонсорские баллы, да, чтобы собрать сервис фарфоровой посуды. Это обновленный летний премьер-клуб, когда мы получаем за 150 баллов 10% возврат на свой расчетный номер в Арифлейм. То есть это заказ на 6000 рублей и возврат в 1000 обратно сразу на следующий каталог. Это денежная программа Адреналин, которая горячит кровь и дает возможность получить премии на пути к развитию своего бизнеса. И также акция с фарфоровой посуды. Сейчас это возможность приобрести замечательный заварочный чайник за 199 рублей, потому что у нас уменьшили стоимость. И тоже очень такая хорошая у нас активность. И вы видели, да, объявление. Я сюда его не внесла. Сейчас я скажу, какого числа. У нас состоится запуск. Кто-то, если видел, то помогите мне, пожалуйста, напишите. Запуск инициатив 9 каталога 25 июня, то есть вот уже в этот понедельник, в 11 по Москве на YouTube будет трансляция запуска новых программ каталога 9. То есть будет также квартальная программа, будет новая программа по приглашению. И мы с вами будем в ней участвовать. Макияж, да, перенесли. В субботу на директорской встрече было принято решение сделать его 12 июля. Правильно, Катюша, ты молодец. Очень внимательная. В Оренбурге будет проходить тренинг основного макияжа глаз и бровей от Алены Салминой, тренера по продукции Урал и Волга. Ну и 11 августа командное наше мероприятие «Пикничок на природе с палатками» тоже остаётся в силе. И вот она, та долгожданная тема, которую я для вас готовила вчера полночи. Вот, это методы рекрутирования или как сочетать онлайн и оффлайн. То есть вы видели, что я вам показала два метода, о которых разговаривали девушки наши успешно растущие. Вот, и я постаралась всё это уложить в схему, как мы сочетаем вот эти два замечательных метода работы. То есть ни для кого не секрет, что лучшая информация усваивается в личных встречах. Если нет возможности личную встречу сделать, то хотя бы позвоните и уж потом напишите. Это самый низкоэффективный метод и канал передачи информации. Поэтому, когда вы делаете первый звонок или встречу по предложению о работе или о дисконте, у нас может быть два варианта. Либо человек согласился, либо отказался. Если он отказался, мы просим добавиться его к нам, друзья, на основной страничке. То есть пошёл онлайн, да, метод. И спустя время мы кидаем ему бизнес-предложение по методу чайника и опять выводим на созвон. Если он ответил да, мы его регистрируем, помогаем активировать номер, верификацию проводим. И далее суть бизнеса, то есть это уже сопровождение пошло, даём онлайн, можно версию дать видео, сути бизнеса и обсуждаем оффлайн, да, со звонком. И говорим на вводном курсе о правиле 3П. Далее мы его выводим на тёплые звонки. Он слушает их на второй линии нашего телефона. И выводим уже на первые звонки через эти встречи, уже его тёплый рынок и начинается всё по новой. А когда мы добавляем в друзья тех, кто отказался, они смотрят наш личный бренд. Но здесь вот условие, конечно, ежедневно выпускать какой-то пост. То есть о себе напоминать, что я вообще ещё живу и радуюсь жизни. Вот такие знакомые нам отвечают рано или поздно, да, мы с ними созваниваемся, также регистрируем, помогаем пройти верификацию и далее уже даём суть бизнеса и выводим на звонки. То есть вот эта схема, она рабочая абсолютно, и она даёт очень хороший результат именно роста тех, кто это делает ежедневно, регулярно в системе. В системе лучше делать каждый день по маленьким количествам действий, но ежедневно, чем один раз в неделю вы упашите, сделаете всё и не получите результат, потому что надо делать ежедневно. Вот. Ну, минутка славы нашего вебинара. Это участники и обладатели шикарного заварочного чайника. 11 человек у Ольги Сударевой в команде. Аплодисменты бурные, несмолкаемые. Всего у нас 42 участника пока что, но это по итогам двух недель. 22 участника в команде Людмилы Ефимовой. И 6 пока у Лены Киченко, плюс ещё 4 наших персональных консультанта. Вот. Ну и страна должна знать своих героев в лицо. Вот они, те люди, кто размещают заказы. Более 100 баллов уже разместили. Я уверена, что это не предел. У вас будет там, конечно же, ещё заказы. Но, тем не менее, да. Аплодисменты вам. Вы большие умнички. Из присутствующих, да, Людмила. Олечка, это первая команда. Естественно, тебя тут нет. Сейчас ещё будут слайды. Ты там, конечно же, есть. Вот, Людмила. Из первой команды у нас присутствуют. Вам аплодисменты вдвойне, потому что вы ещё ходите в онлайн на планёрке. Все остальные смотрят в записи. Но, девочки, вы тоже все молодцы. Вторая команда. Киченко, Елена. Знаю, Лена, смотришь в записи. Молодец. Так, держать. Идём вперёд. Вот. Я, конечно же, вне списков команд, потому что я ваши команды все веду. Но, тем не менее, я 200 баллов уже свои сделала. Будем делать ещё сегодня заказ. Обязательно покажу вам, что это. Вот. И третья команда. Вот она ты, Оля Сударева, с шикарной своей фотографией. Я вообще очень тащусь от твоей ты фотки. Она очень красивая. Сударева Ольга, соседова Лилия, Ержанова Зульфия, Албакирова Нурия. И ещё у нас появился Сударев Денис Ильич, который сделал 203 балла. Фотографии у меня пока его нет. Поэтому пока цветочки и аплодисменты всем. Все большие молодцы. Вот. Все используют все возможности пакета на драйве. Мы с ним живём ещё следующую неделю. Начинаем с ним прощаться. Уже в понедельник, 25 июня, мы узнаем новые новости, новый пакет программ, который мы будем использовать для дальнейшего нашего роста. Пока напомню, да, что мы зарабатываем заварочный чайник и ставим в резерв сейчас молочники с сахарницами для тех людей, которые сделали заказ 50 баллов в прошлом каталоге. Это действует. Также мы сейчас дособираем баллы на сервис. У кого там что хочется ещё заработать, мы регистрируем людей до субботы, прямо вплоть до последнего дня работы каталога. 23 июня. И все три недели они размещают заказы, и эти баллы этих людей будут удваиваться и капать вам в спонсорские баллы на покупку вот этого замечательного сервиза, элементов сервиза. Вот. Вот они наши герои, кто рекрутирует на фарфоровый сервиз. У нас рейтинг прям так поменялся местами. Ольга Сударева, благодаря своим хорошим регистрациям, вообще практически уже к 1000 баллов, приблизилась. Вот недель с момента регистрации наш новичок получает набор молоко и мёд и возможность участия в стартовой программе. Вот. Ну и, конечно же, через рекрутинг мы находим наших ключевых партнёров, параллельно вскрывая потребителей и продавцов. То есть наша работа напоминает вскрытие колоды карт, которые лежат к нам рубашкой наружу. Мы открываем карту, там какая-нибудь цифра, это потребитель, да? Но мы точно знаем, что в любой колоде 36 карт. Есть 4 шестёрки, 4 семёрки, 4 восьмёрки, 4 девятки, 4 десятки. Всё. То есть 1 пятый там десятки или 11 десятки там нет. И цифра 11 на картах тоже нет. Дальше идут вальты, дамы и короли. Это наши продавцы. В любой колоде они есть. То есть в любом списке знакомых мы их можем найти. Однозначно. Ну и в любой колоде есть 4 туза. Вот это наши ключевые партнёры. Наша задача искать ключевых партнёров и продавцов. Но потребители у нас всё равно будут. Мы их любим, ценим, помогаем им определиться с выбором. И всё равно даём информацию. Потому что рано или поздно любой потребитель может стать лидером вашей команды и захотеть участвовать в каких-то премиях от компании. Сейчас это, например, адреналин, да? Когда вы регистрируете новичков, размещаете личные заказы, растёте по карьерной лестнице и получаете вот такие вот скромные бонусы. Крайний каталог для выхода на новый уровень и подтверждения в следующем каталоге – это 10-й каталог. То есть с 10-м каталогом вы можете выйти, например, на 9% и получить после подтверждения свои 1500. А можете выйти сразу там на 15% и получить 6500 рублей. Вот такая вот программа. Так, у меня остаётся очень немножко времени. Я уже к завершению иду. Вот. Что хочу сказать, что у нас сейчас практически завершается наше полугодие. Да, 6-й месяц – это ровно середина года. Мы её прожили 24 понедельника. Осталось ещё 2 понедельника и будет 26-26. 26 недель останется и 26 недель мы пройдём. В году всего 52 недели. Как мы их используем? Это лично наше сугубое право решить, как мы эти недели будем проживать. Будем ли мы всё время делать то же самое, что и делали вчера, тогда нам неоткуда будет ждать новый результат. Или же мы будем делать новые действия. Если я решаю расти, то значит я выделяю 3 часа на рекрутинг. И самый эффективный метод – это, конечно же, встречи и звонки. Учу встречи, учу презентацию, назначаю встречи и просто всем-всем-всем подряд рассказываю. Лидер проявит себя сам. Это точно. И вот эта программа «Адреналин» нам просто даёт толчок для того, чтобы двигаться вперёд. У нас есть вот такие вот замечательные трафаретики, когда мы точно можем выбрать подобное меню, что мы хотим делать, что мы хотим делать для того, чтобы получить свои регистрации, свои заказы, свои баллы от структуры. То есть вот они действия, которые делает настоящий лидер своей организации ежедневно. Просто смотрит, выбирает нужные действия и просто делает. Просто делает большое количество раз, и тогда получается результат. Также у нас есть расписание дня миллионера, напоминаю с вами. Это примерный список, примерные правила и фразы, что всё, что просто сделать, просто и не сделать, поэтому придерживаемся планы. Рега в день сопровождения вебинара дают вам за полгода директора с доходом в 30 тысяч. Ну и позитивный настрой – это профпригодность. Реально, если могут кто-то, каждый каталог закрывает с нового директора, значит, можем и мы с вами. Просто надо делать, делать и не останавливаться, продолжать идти вперёд. Потому что мы точно знаем, для чего нужно каждому из нас принимать решение и делать. Зачем вот над новые людей приглашают, зачем мне повышать доход, для чего? У каждого, опять же, своя какая-то маленькая или большая цель. И эта цель достигается первым званием директора. Это от 70 до 120 активных ваших консультантов в группе, 30-40 участников премьер-клуба, ну и около 5 ключевых держат в директорскую команду. Хороший темп рекрутинга – это 25-60 регистраций в каталог, регистраций. Ну и, конечно же, от 5 и выше стартеров, рекрутов, извините. Это для тех, кто менеджер. Потому что здесь именно на директорскую команду. Но если вы будете примерять на себя директорские обязанности, вы очень быстро им станете. Даже несмотря на то, что вы сейчас менеджер. Поэтому маленькими шагами двигаемся к большим результатам. Ежедневно делаем маленькие шаги, которые приблизят нас к этим цифрам. Чтобы было 15 рекрутов командой в каталог на команду, и будет 1000 балловый прирост. Сейчас у нас работает ряд программ. Повторюсь, что мы с некоторыми из них прощаемся на этой неделе. В последний раз у нас с вами сервиз, потому что он заканчивает свою работу. Кстати, те, кто забыли заказать чашки, сейчас они заказываются на те номера, на которых были выполнены условия. Поэтому учтите это и можете реально еще заказать тем, кто хочет дополнительные наборы чашек с каким-то балловым продуктом. Проходят чашки, они сейчас есть на складе. Вот, адреналин и вау-весна-вау-лето работает. Вот, стараемся стремиться вот к такому планчику, да, маленькому. Это 150 личных баллов уже пора сделать тем, кто не сделал. 5 рекрутов по команде стремимся делать. Ну и, конечно же, планируем свой результат, делаем ежедневные действия и пишем отчет для себя, прежде всего, в чате с активчиками. У нас, конечно, третья неделя – это очень активная пора, когда мы до всех дозваниваемся, доводим консультантов до нужных объемов, делаем заказы себе и своим консультантам помогаем, докупаем себе что-то, потому что с каталогом всегда жалко прощаться, и что-то там обязательно находится такого, что надо купить именно сейчас по этой цене. Вот, вы все в Вайбере слушаете мои послания, да, по поводу каталога, ну и реально там вообще не купить ничего просто невозможно. Вот. Идем, стремимся к платиному премьер-клубу, заказываем молочник с сахарницей, да, в резерв ставим тех, кто еще это не сделал, зарабатываем за варочный чайник и успеваем пригласить знакомых в свою команду, иначе вы их увидите где-то в командах чужих, потому что сетевой бизнес дает очень большие преимущества, и просто надо взять их и, ну, в общем-то, получить. Вот. Ну и, конечно же, успеть получить двойные баллы за приглашенных новичков и забронировать время на индивидуальную беседу. Акценты вот такие. Рега обязательно должна быть, контакты со структурой сейчас даже больше, чем 3-5. Рассказываем голосом о всех акциях, о всех возможностях и рекрутируем там, где бываем. Читаем книги, вот базовые здесь вы видите, это 10 уроков на салфетках, это бизнес-трафарет и мастер работы с возражениями. Ну и также обязательно читайте что-то из рекомендованной литературы, это и Джон Калинча, и Александра Бухтиярова, есть еще книги, и Схака Пентасевича, Робина Шарма, что-то по позитивной психологии и бизнесу нашему сетевому. Вот, секрет успеха прост, я прям даже довольна, что я вам уложилась все рассказать, что хотела. Возможно, получилось немножко быстро, вы меня, пожалуйста, простите за это, но я надеюсь, что вам понравилось, вы что-то новое для себя узнали и захотели делать главное действие, захотеть и действовать, для того, чтобы ваш результат был именно ваш. Сейчас у нас небольшая пересменка.